Есть одна область, о которой мы пока вообще не говорили, в которой есть много полных задач. Можно сказать матлогика или теория диссертных функций. Есть логические формулы, которые работают с логическими операциями. Значит, вот это конъюнкция, то есть логическая илья, физиумция, отрицание, а то это больше, на принципе, не понадобится. Бывает еще одна компликация, самая важная для логики, бывает исключительная илья. Она будет достаточно вот этих условий. Есть стандартный способ составить формулу под названием КНФ, конъюнктивно-нормальная формула. КНФ это конъюнктивно-нормальная формула. Она выглядит так, она состоит из большого количества скобочек, а каждая скобочка представляет собой дизъюнкцию каких-то переменных или их отрицаний. То есть может быть что-нибудь такое. Б или отрицание КУ или Р, и, скажем, КУ или отрицание Р или С или Р, и там что-нибудь еще, отрицание В или Р. В общем, тут много скобочек, и все эти скобки должны быть выполнены одновременно. Поэтому она конъюнктивна. А в каждой скобочке вот такая вот изюнкция, что либо верно П, либо верно отрицание КУ, либо верно Р. Либо, может быть, и сколько-то одновременно. То есть это не исключительно. Ну и, соответственно, вопрос такой. А вообще это все выполнимо или нет? То есть можно ли этим элементам составить значение нолики или единочки так, чтобы все эти скобки одновременно были вывести? То есть в каждой скобке хотя бы одна единочка нашлась. Значит, вот эта задача называется выполненность KNF, и, в общем, именно она и будет интерфоментировать. Первое. Понимаете ли вы, что такое, в принципе, булева переменная? 0 – это ложь, 1 – это истина. Это понятно? Да. Отлично. Понимаете ли вы, что такое И или конъюнкция? 1 и 1 – это 1, 1 и 0 – это 0, 0 и 1 – это 0, 0 и 0 – это, да? Замечательно. И теперь, я прошу прощения, что я время вас отниму, но это все-таки важно. Давайте все-таки поймем, почему у любой булевской функции есть дизюнктивная нормальная форма. Дело в том, что она понятнее человеку, а от нее уже легко перейти к инвентивной. Значит, что такое, когда у вас есть несколько переменных, что такое, как себе понять, что такое вообще любая булева функция? Ну, например, 4 переменных – это вообще 16 вариантов. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 и так далее. 1, 1, 1, 1. Отлично. То есть, фактически, четырехмерный куб. И там есть некоторые вершины. Это понятно? Так вот, когда вы берете вершину, то для нее можно написать конъюнкцию, которая верна тогда и только тогда, когда мы находимся в этой вершине. Ну, например, берем какое-то что-нибудь такое, 1, 1, 1, 0. Это что? Это значит, три переменных верны, а четвертая неверна. Так? Так. А теперь проходим по всем вершинам и берем первую, или вторую, или третью, или так далее. Вот это называется какая форма? Дизюнктивная. Потому что я сначала каждую вершину описываю, а потом пишу везде. Ну, или в той, или в той, или в той, или в той. У нас говорят совсем про другое. У нас говорят про конъюнктивную. Как перейти от дизюнктивной к конъюнктивной? Понятно? Как? Ну, на самом деле, для этого не понадобится. Нет, я не понадобится. Надо, чтобы они слова понимали. Ну, хорошо. Господа, переход очень простой. Есть такая замечательная формула. Отрицание конъюнкции – это на самом деле дизюнкция отрицаний. И наоборот, отрицание дизюнкции – это что? Совершенно верно. Конъюнкция отрицаний. Законы Деморгана, по-моему, называются, да? Да. Законы Деморгана. Соответственно, если вы берете любую функцию, навешиваете на нее отрицание, то вы получаете тоже любую функцию. У этой самой любой функции, как мы с вами уже поняли, есть дизюнктивная нормальная форма. Ну, соответственно, когда вы при помощи этого закона вносите отрицание внутрь, то вы получите конъюнктивную. В принципе, можно даже, в принципе, можно на КНФ вообще не думать там про углевые перемены, а считать, что это как бы такая система из самокупностей. Да, то есть нужно, чтобы одновременно было бы выполнено одно из трех условий, значит, B отрицание Q и R, а также одно из условий Q отрицание R, S и D, да, одно из условий не B или D. Да, вот это здорово, это понятнее стало, да. Вот, и, значит, соответственно, вот вопрос, у такой системы совокупности есть решение или нет решения? Вот, вот это и самая задача выполненности. Ну, такое, конечно, есть. Да, можно просто взять там D равно 1 и D равно 1, и тогда все будет выполнено. Но если этих самых слов куда больше, и они как-то друг другу хитро связаны, то уже не очевидно. Значит, задача о выполненности. КНФ, значит, это вот вопрос, ну как, у дана КНФ, вопрос, есть ли решение? Значит, у дана КНФ, значит, вопрос, есть ли решение? Значит, это задача, очевидно, из NPR, потому что, если прямо сказано, что вот там P равна единица, Q равна 0 и так далее, то можно просто во все стоки подставить или во все совокупности подставить и проверить, что действительно тут всюду одна единица нашлась. Вот, поэтому это лежит в NPR. Ну и давайте я какую-нибудь задачу представлю в таком виде. Спасибо.